МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О том, как живет Альметьевск сегодня, смотрите в материалах корреспондентов телекомпании Альметьевск ТВ в студии Елены Марданшина. Сегодня в выпуске. Скоро улицы города раскрасит праздничная иллюминация. Где в этом году будет построен новогодний городок и чем он порадует альметьевцев? Горькие, большие, ледяные. Что еще? Красочные все очень. 62 года любовь между ними только крепчала. Все потому, что судьба уготовила супругам тяжелые испытания. Их любимое лакомство – семечки тыквы и несоленое сало. Чем холоднее, тем они ближе к людям. Сегодня отмечается Синичкин день. Зимой птички мерзнут. Мы сможем как-нибудь не помочь. До Нового года осталось полтора месяца, но подготовка к нему ведется уже сейчас. Городская елка и новогодняя игровая площадка по-прежнему будут располагаться на площади нефтяников. Все детали и организационные вопросы на днях обсудили в Альметьевске. Оформление новогоднего городка стало темой большого совещания под председательством руководителя исполкома Альметьевского муниципального района Марата Гирфанова. В нем приняли участие представители городских служб и организаций, задействованных в оборудовании площадки. Главная центральная елка, как и в прошлые годы, будет располагаться на площади нефтяников. Здесь же по традиции будут ледяной лабиринт, каток и другие аттракционы. Площадка откроется 25 декабря и будет работать до 15 января. Схему новогоднего городка, который построят для альметьевцев в этом году, продемонстрировал главный художник альметьевска Рафаэль Курамшин. Завершаем ту реконструкцию, которую мы начинали с вами года четыре тому назад. Вот эти башни уже поменяли года четыре тому назад. Марат Гирфанов призвал всех участников совещания подойти с большой ответственностью к этому вопросу и выполнить все работы в соответствии со сроками. А мы решили спросить у жителей города, нравится ли им новогодняя площадка в Альметьевске и что они хотели бы изменить. Горки, большие, ледяные, что еще? Красочные все очень. На городской елке, по-моему, не хватает, но и раз по вечерам анимированных праздников. То есть людей, которые занимаются именно изучением народа, как бы и образуются праздники, допустим, хороводы, песни, что-нибудь такое. Да, все нравится. Она большая, красивая. Что еще сказать? Я тут не часто бываю. Нарядная, красивая, детям там хорошо. Коток там есть. В принципе, все зимние развлечения там есть. Все хорошо. Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ Готовясь к праздникам, принято наводить порядок в квартире, в доме, во дворе. А для улучшения облика города нужна помощь всех жителей. В Альметьевске продолжается народная инвентаризация. Ее задача – выявить пустующие, неиспользуемые помещения, здания и брошенные земельные участки. А потому руководство города и района просит альметьевцев сообщать о бесхозных ларьках, заброшенных помещениях по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Помимо этого, жители города могут направить информацию в интернет-приемную из полкома города или на электронную почту Палаты земельных и имущественных отношений. К другой теме. Говорят, не стареют душой ветераны. Это действительно так. Они, как и много лет назад, молоды сердцами. Вот только возраст сказывается на здоровье, и все чаще и чаще они нуждаются в нашей с вами помощи. А еще радуются каждой встрече с бывшими коллегами. Они и выслушают, и расскажут, как сейчас живет родное предприятие. Помогут словом и делом. 62 года вместе. Спустя десятилетия Таслима еще крепче любит своего супруга. Ибрагиму Габдрафикову сейчас тяжело говорить. Возраст дает о себе знать. И здесь на помощь приходит жена. Рассказывает, что на фронт его призвали в 1944 году. Воевал авиационным механиком. Те тяжелые годы в семье вспоминает с неохотой. В Саратове учился. Потом учился в Энгельсе. Потом в Самаре бомбы приходилось носить, чтобы их на фронт отправить. Ему тогда было 17 лет. Не доедали. Годы были голодные. От голода и тяжести падали в обмороки. Частые гости в доме медики. Предприятие Татьевтигаз Переработка, где раньше работал ветеран Великой Отечественной войны, заботятся о нем. Молодые сотрудники выполнят любую просьбу. А ветерану многое не надо. Внимание и общение. Тейлика же привезти из города. Супруги Габдрафикова живут в селе Абдрахманово. Мужчина не может ходить. Жене тоже каждый шаг дается с трудом. Мы им обязаны мирным небом, то, что мы растим детей в мирное время, что у нас нет войны, что мы сами хозяева своей жизни. Желая порадовать еще одного ветерана Великой Отечественной войны, сотрудники управления поинтересовались, какому подарку он был бы рад. Габдал-Барай Бекулов признался, мечтает о новом телевизоре. Он хочет быть в курсе событий, которые происходят в мире. Да и парад в Москве к 9 мая хочется посмотреть. Может, получится увидеть сослуживцев. Когда-то их у него было много. Воевал с 1942 года. Был артиллеристом на Ленинградском фронте. В Ленинграде мы были в окружении. Страшно. Немцы совсем рядом были. Постоянно бомбили, стреляли по нам. Страшно было. Но мы держались, не сдавались. Оба ветерана награждены медалями за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Немало у них и юбилейных наград. Каждая из них по-своему дорога. Но больше всего они ценят ту заботу, которую молодые оказывают им. Ольга Степанова, Николай Быков, Альметьевс ТВ. Подарки получают и совсем юные альметьевцы, ради будущего которых воевали ветераны. В Татарстане сегодня стартовал новый образовательный проект – культурный гимник первоклассника. Во многих школах Альметьевска и в сельских библиотеках района прошли уроки культуры для самых младших учеников. Всем им вручили культурный дневник. Стали обладателями новинки и 169 первоклассников школы номер 16. В чем суть проекта и для чего нужен дневник, в который не ставятся оценки за хорошую учебу и поведение, разбиралась наша съемочная группа. Каждый день школьной жизни дарит им новые знания, яркие впечатления, большие и маленькие открытия. Ведь они впервые переступили порог школы лишь два месяца назад. И все, что здесь происходит, им очень интересно. А сегодня у ребят первый урок культуры, на котором им должны вручить заветные книжки с красочными рисунками, интересными заданиями и полезными раскрасками. В гости к первоклассникам 16-й школы пришли библиотекари. И не с пустыми руками, а с культурными дневниками. Проект предполагает систематическое знакомство вас с основными культурными событиями в учреждениях культуры Республики Татарстан, а также активные вовлечения ваших родителей в культурно-просветительские процессы. Культурно-образовательный проект – культурный дневник первоклассника, нововведение этого учебного года. Организовало его Министерство культуры Татарстана при поддержке Министерства образования и науки Республики. Цель проекта – духовное обогащение подрастающего поколения и формирование фундаментальных культурных ценностей. Серьезность формулировки не пугает первоклассников. Они поняли главное – им предстоит увидеть и узнать много интересного. По проекту младшие школьники вместе с классом или со своими родителями в течение года будут посещать театры, кинотеатры, цирк, библиотеки, музеи, выставки, дома культуры, парки и зоопарки. Отметки о посещении фиксируются в культурном дневнике первоклассника. Как заполнять дневник сегодня объяснили детям. Дневник включает разделы «Историческое путешествие». Я люблю читать книги, мои впечатления и другие. В нем содержатся также творческие задания, стихи и иллюстрации. Во время культурного урока ребятам также рассказали о исторических достопримечательностях Казани и Булгара. Сегодня у нас прошло торжественное вручение культурного дневника первоклассникам. Ребятам очень понравилось выступление библиотекарей. Они заинтересовались этим, изучили уже эти дневники. Вместе с родителями мы будем посещать библиотеки, музеи, культурные выставки. Будем ходить в кино и с удовольствием заполнять этот культурный дневник первоклассника. В рамках проекта проводится еще и конкурс среди первоклассников по трем номинациям. Первоклассник – самый активный пользователь сайта, культурный дневник первоклассника, лучший культурный дневник первоклассника, самый культурный родитель. Первый этап конкурса продлится до 27 декабря этого года. Его победители отправятся на республиканскую новогоднюю елку. Амина Яникеева, Марина Юрина, Альметьевск ТВ. И возвращаемся к разговору о приближении морозных дней. К зиме готовы. В Альметьевском зоопарке живут нам не страшны хлада. Одним, потому что они привыкли к низким температурам, а другим, потому что их деревянные домики отапливаются. Да и с едой перебоев нет. Радует разнообразное меню. И неудивительно, что в таких условиях в семьях мохнатых, крылатых и хвостатых обитателей появляется пополнение. Ромашка и ее дочь Елдыс не боятся морозов. Еще бы с таким богатым мехом. Зиму они ждут без страха, но не меньше любят, когда на термометре плюс. Малышка у мамы пони родилась весной, но назвать ее крохой никак нельзя. За лето девочка окрепла. Любимчики – это лошади. Я самая безобидная вроде среди всех. Ну и коза. Коза вот у нас тоже безобидная. Я иду. Раньше как-то она, когда я ее доить начинала, она у меня легалась. Сейчас уже я придумала тоже свой выход. Оказалось, вставай, вставай, давай, давай. Не страшны холода, даже когда минус 40 и сибирским косулем. Их не загонишь в теплый домик, подавая им свежий воздух. Люся с тремя детенышами, которые появились на свет в начале лета, обитает в просторном вольере. Папа Васе, пока малыши не подрастут, будет жить отдельно. А вот австралийским страусам Эму мороз не по нраву. Для них температурный предел минус 15. Страусы, они выдерживают холод. Хорошо, даже некоторые страусы же водятся вообще на снегу. Они ходят всю зиму. Мы тоже выпускаем зимой страусов, но ненадолго же, на полчаса. Кому-то повезет зимой увидеть страусов. Теплолюбивы и семейство дикобразов. Мама и папа с тремя детенышами. В деревянной избушке у диковинных зверей жарко, как летом. Плюс 24. Не меньше за стеклом у золотых фазанов и красавцев орлов. Пока не сильно холодно, могут погулять и павлины. Семья в этом году пополнилась четырьмя птенцами. У нас в каждом домике есть отопительные печки, радиаторы, масляные радиаторы, настенные радиаторы. У нас в домиках очень тепло. В домиках тепло, а в закромах полным-полно еды. Меню местной живности завидное. Белки лакомятся лесными орехами, орлы говяжьим мясом, пони зерном, овощами и фруктами, косули, козы, кролики, липовыми, березовыми и ореховыми ветками. В общем, к зиме в зоопарке готово. И для детей, и для взрослых очень много положительных эмоций, я так думаю. Дети радуются, смотрят, что у нас в мире творится, какие животные есть. Если тем более кто-то в городе живет. Снова и снова дети вместе с родителями идут в зоопарк. Неважно, выходной это день или рабочий. Здесь маленький рай, который, к слову, есть не в каждом городе, тем более в небольшом. Ольга Степанова, Николай Быков, Альмитис ТВ. 12 ноября – Синичкин день. День встречи зимующих птиц. Считается, что с этого дня на зимовку начинают прилетать синицы, снегири и свиристели. Во многих городах страны этот день отмечают по-разному. Но цель у всех акций одна – помочь пернатам пережить холодные времена. С наступлением холодов для пернатых начинается тяжелая пора. Уже в ноябре голодные птицы начинают стучать в окна с просьбой о хлебной крошке. Еще в незапамятные времена наши предки приметили, как к 12 ноября, предчувствуя скорые холода, юркие синицы перелетали из лесов ближе к человеческому жилью и ждали помощи от людей. А особо наблюдательные знали, если птицы целыми стайками появлялись у дома, значит вот-вот грянут морозы. Так зародилась традиция отмечать день встречи зимних пернатых. А назвали его «Синичкин день» в честь желтой птички, считавшейся божьей на Руси. «Синичкин день» – это экологический праздник, отмечается в нашей стране. Он стал совсем недавно по инициативе Союза охраны птиц России. С наступлением осени, конечно, зимой особенно пернатые очень нуждаются. Им очень трудно добывать кором. Рябина обычно витка заканчивается, поэтому дети кусочек сала приносят, печенье, в эти кормушки зерны все, то есть помогают зимующим птицам. А вот этим пернатым холода не страшны. В Доме природы, оборудованном в Центре детско-юношеского творчества, и сытно накормят, и заботой окружат. Здесь всегда много гостей. Юные любители животных приходят на занятия несколько раз в неделю. Здесь веселее, здесь мы общаемся с животными, наблюдаем за ними, изучаем их, как они играют, как они между собой общаются. А главное, что ребята не просто изучают повадки братьев наших меньших, но и решают, как можно помочь беззащитным созданиям. С наступлением холодов, конечно же, переживают за птиц. Зимой птички мерзнут. Мы сможем как-нибудь им помочь. Построить скворечники и положить туда, что-нибудь им покушать. Пол дела, можно сказать, сделано. Собирая кормушки для птиц, ребята не только постарались сделать их красивыми, но и позаботились о функциональности. Такой чудо-домик защитит от зимнего ветра, и, что немаловажно, пернатам несложно будет приметить его на дереве. Так что за зимовку синиц можно быть спокойными. А значит, самое время гадать. Это любили делать на синичкин день наши прабабушки и прадедушки. Рассказывают, что в старину они бросали крошки хлеба, кусочки сала и наблюдали. Если синичка сначала станет клевать сало, то в доме будет вестись живность. Если выберет крошки хлеба, будет в доме достаток. А еще в этот день наши наблюдательные предки предсказывали погоду. Если синица свистит, быть ясному дню. Если пищит, быть ночному морозу. Собирается много синиц на кормушках, жди метели и снегопада. Это все новости на сегодня о них. И не только вы можете узнать на нашем сайте, а также в группе социальной сети ВКонтакте. Эфир канала продолжит прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. Всего доброго, приятного вечера. Субтитры подогнал «Симон»!